Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пашмынцева. Сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости с юга страны. После взрывов боеприпасов почти 90% зданий в Арысе повреждены. Сегодня город разделен на 17 секторов. Они закреплены за тремя мегаполисами и 14 областями. От каждого региона в восстановительных работах участвуют по 10 бригад. Это порядка полутора тысяч человек. В одном из секторов работают североказахстанцы. Айгири Мукашева с подробностями. 24 июня страну потрясла весть о ЧП в Арысе. Уже на следующий день во всех регионах страны объявили сбор гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва боеприпасов в Туркестанской области. Из Северного Казахстана 25 июня в Арысе отправили 4 фуры и один КАМАЗ с продуктами, одеждой, обувью, средствами гигиены, игрушками и стройматериалами. За один день североказахстанцы собрали больше 100 тонн гуманитарной помощи. А еще перечислили однодневную заработную плату. На 28 число от партии ушло 3 миллиона 600 тысяч тенге помощи пострадавшим от всей партии, не от обкома. И ушел караван первый, 28 числа, 27 он ушел. Там было 5,5 тонн продуктов и вещей. Очередной груз будет отправлен завтра, но по всей видимости в одну машину не влезут. Наверное, две машины мы отправим в город Нур-Султан. А тут уже дальше будет новый караван и все пойдет уже в город Арысь. А в Арысь идут восстановительные работы. Предстоит сделать немало. 80-90% зданий повреждены от взрывов боеприпасов. Сейчас город разделен на 17 секторов. Они закреплены за тремя мегаполисами и 14 областями. От каждого региона в восстановлении города будет задействовано по 10 бригад. Это порядка полутора тысяч человек. В 13 секторе работают представители Северного Казахстана и Ордобасинского района Туркестанской области. Глава региона Кумар Аксакалов побывал в Арысе и лично ознакомился с ситуацией. Встретился с жителями. Все будет хорошо. Со временем все станет на свои места. Надо немного потерпеть. В этом секторе 359 домов. Из них поврежден 151. На шести объектах сейчас уже идут работы. Жители Арысе благодарят североказахстанцев за помощь и поддержку. Об этом глава региона Кумар Аксакалов написал на своей странице в Фейсбук. Есть хорошая традиция Асар-Жасау. Она демонстрирует единство нашего народа. Вот и в трудный момент Североказахстанская область пришла на помощь Арысе. Сейчас в городе восстанавливают дома. Я ознакомился с ходом ремонтных работ. Здесь работает оперативный штаб нашей области. Отмечу по поручению Ельбасы и главы государства восстановить все поврежденные и разрушенные объекты Арысе необходимо до 1 августа. Агиря Мукашева, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. Город как на ладони. В Петропавловске намерены создать первый в Казахстане 3D-геопортал областного центра. Сейчас ведется оцифровка города. Такая разработка станет незаменимой для предпринимателей, местных властей и простых горожан. Почему, узнаете из нашего следующего материала. Весь город как на ладони. Перед нами будущий 3D-геопортал Петропавловска. Например, в соседней России такая цифровая разработка имеется лишь в нескольких городах. В областном центре над созданием геопортала сейчас активно работают. Для этого была открыта лаборатория и уже оцифрована часть Петропавловска. Первым шагом такие лаборатории должны будут произвести тотальную аэрофотосъемку городов, населенных пунктов и территорий. После этого выгрузить эти данные в общедоступные интернет-ресурсы. И на их основе будут созданы точные схемы населенных пунктов, что позволит в дальнейшем предпринимателям и учреждениям, администрациям территориальным создавать сервисы так называемого второго уровня. Районы дворы Сквера. Зайдя на геопортал, любой Петропавловец сможет увидеть город со всех сторон. Цифровую разработку по достоинству оценят и предприниматели. У них будет возможность посмотреть еще до начала застройки, как их проект впишется в архитектуру областного центра. Созданная цифровая среда на основе геоданных позволит создать точные схемы инженерных сетей. То есть электричество, водопроводы, оптоволокно и так далее. Владельцы сетей смогут с точностью до сантиметра знать, где расположены их сети и их протяженность. В создании 3D-геопортала Петропавловска заинтересованы местные власти. Цифровая платформа – это отличная возможность для контроля за всеми процессами, происходящими в городе. Если мы через этот проект правильно город распланируем, правильно определим точки, где нужно устанавливать какие-то системы видеонаблюдения, какие-то датчики, которые связаны с передачей информации в коммунальные службы, либо в систему, которая анализирует в целом ситуацию по городу, то есть здесь можно уже понять, какие решения нам нужно принимать. Здесь можно было бы пилотом делать что-то связанное с уличным освещением, что-то связанное с транспортным обеспечением. Кроме того, петропавловцы смогут оставлять на геопортале города свои претензии и предложения. Дарья Пашмынцева, Новости МТРК. К другим новостям. Не справился с управлением и врезался в столб. ДТП произошло в воскресенье в полдень. На момент аварии в маршрутном автобусе 8М находилось порядка 15 пассажиров. 9 из них обратились за помощью в медучреждения. Сейчас двое находятся на лечении в травматологическом отделении 3-й городской больницы. Столько же в челюстно-лицевом. Алена Хан продолжит. Авария произошла около 12 часов дня на улице Ярослава Гашика рядом с магазином «Светофор». В это время в маршрутном автобусе 8М находились около 15 пассажиров. При столкновении порядка 10 из них получили травмы разной степени тяжести. За рулем автобуса был 60-летний водитель. Из-за плохого самочувствия он не справился с управлением. Водитель маршрута на автобусе почувствовал себя плохо и совершил наезд на опору линии электропридаш. В результате чего два пассажира были госпитализированы в больницу. Также 6 пассажиров данного автобуса обратились в больницу. По данному факту был собран административный материал. После оказания первой медицинской помощи двоих пострадавших в ДТП отправили в отделение челюстно-лицевой хирургии. Двое находятся на лечении в травматологическом. Пациенты с закрытым переломом голени завтра должны прооперировать. Остальные после обследования смогли самостоятельно отправиться домой. Закрытый двухлодыжечный перелом у одного со смещением. Он обследуется на оперативное лечение. А у женщины двойной перелом малоберцовой кости, гематома, ссадины голени. А в последующем другие четверо, которые обошлись с различными травмами, ушибами, гематомами и ссадинами. С начала года в Петропавловске произошло 4 ДТП с участием общественного транспорта. В них пострадали 4 человека. Алена Хан, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. К другим темам. 90 школьников со всего Северного Казахстана и только одна путевка на республику. В Петропавловске прошел 28-й областной конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2019». Какие испытания ждали участников и кто с ними справился лучше, узнаете из материала пресс-службы областного полицейского ведомства. Это должен знать каждый. 90 школьников из Петропавловской районов области соревнуются в знании правил дорожного движения. Участникам по 12-14 лет. К подготовке отнеслись ответственно. Мы первый раз участвуем в этих соревнованиях. Для меня очень важно безопасность детей на дороге. Я должна знать правила дорожного движения. Это обязанность каждого ребенка. Наша команда долго и усердно готовилась. Мы будем стараться занять первое место. Юные инспекторы движения демонстрируют свою эрудицию, навыки регулировки, строевую подготовку и артистизм. Сдавали тесты на знания ПДД. На манекенах показывали навыки оказания первой медицинской помощи. Департаментом полиции Северо-Карстанской области совместно с управлением образованием проводятся 28-е областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» на базе школы-интернат для дорожных детей Абудус-Мухамбетова. Цель данного мероприятия – это профилактика детского дорожного транспортного травматизма, пропаганда правил дорожного движения. Всем участникам вручили призы. А лучшими стали юидовцы школы номер один из села Явлинки Есельского района. Им предстоит защищать честь области на республиканском первенстве в Караганде. Агири Мукашева при содействии пресс-службы в основе департамента полиции. За последние три года в Петропавловске обустроили 139 детских дворовых площадок на 220 миллионов тенге. В этом планируют установить еще 49. Их большая часть уже радует маленьких петропавловцев. Теперь дело за горожанами. Чтобы площадки дольше служили, надо за ними обеспечить уход. Алена Хан продолжит. Детскую дворовую площадку по улице Партизанской, 185, установили в 2016 году. Горки, карусели, качели, спортивные снаряды – все для досуга местной ребятни. Но некоторые жители домов считают травмоопасными и просят демонтировать, а вместо них установить новые. Мы хотим детскую площадку новую. Но прежде чем нам делать какие-то здесь новые сооружения, какие-то нам надо, пусть и остаются они хорошие. А по поводу того, чтобы прежде чем установить новые горки или какие-то сооружения, нам, так как дом у нас находится в болоте, будем говорить так, у нас нужно поднять детскую площадку. И это мы во всех письмах и устно говорили. А ведь в некоторых дворах нет и таких. И в первую очередь именно там устанавливают новые детские площадки. А где они имеются, нужно просто вовремя наводить порядок. Ремонтировать, подкрашивать и проводить субботники. Следить за состоянием снарядов, скашивать траву. Это компетенция председателей КСК. В этом году планируется установить 49 игровых площадок. Из них 38 уже установлено. В этой связи хотелось бы попросить жителей города иметь солидарную ответственность с государством. То есть следить за благоустройством своих дворов. За последние три года в Петропавловске установили 139 детских дворовых площадок. На такое благоустройство затратили 220 миллионов тенге. Алена Ханжел, Лузбек, Ермакуанов. Новости МТРК. Оформление санитарных книжек при поступлении на работу, а также периодические осмотры. Лекции «Санминимум». Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501-505. Мы продолжаем выпуск. Не спрятаться и не скрыться. Не помогут даже спреи и мази. Жители областного центра жалуются на полчища комаров и можек. Этим летом их в Петропавловске слишком много. Коммунальщики уверяют, что травят насекомых с апреля. На эти цели уже потратили 3 миллиона тенге. Сейчас выделили еще столько же. В северном Казахстане лето короткое. Потому каждый теплый день хочется провести на свежем воздухе. Только вот насладиться такой прогулкой невозможно. Полчища комаров, мошек и других насекомых в парках и на улицах атакуют горожан. Да так, что ни спреи, ни мази не спасают. Страдают и взрослые, и дети. Сложнее тем, у кого на такие укусы аллергия. Хотя они легче и тем, кто не страдает таким заболеванием. Комары, кстати, являются переносчиками опасных инфекций. В их числе гепатит и малярии. Мы гости вашего города. И наслышаны о том, что у вас каждое лето их травят. А вот в этом году что-то как-то незаметно. Их очень много. У нас ребенок изкусил постоянно. Мы гуляем утром и вечером. Комары очень сильно кусают. Внуку больше всего достается. По ночам спать спокойно не может. Все чешется от укусов. Безобразие. Вот сейчас, выходя с собачкой гулять, то бишь мы ее прокапываем от ключей всяких вредителей, я обрыскиваюсь. Не успевают меня укусить, но вот так вот бегаем, чтобы нас не укусили. И это, возможно, единственный способ спастись от кровососущих. С вопросом, почему петропавловцы не могут спокойно гулять по улицам и в парке, мы обратились к специалистам городского акимата. Оказывается, на протравку комаров деньги с бюджета выделили еще в апреле. И они уже освоены. Для обработки города было выделено 3 миллиона тенге. Предприятие «Северный Кристалл» проводили данные работы на площади 500 гектаров. Это у нас парки, скверы, улицы. Данный вид работ начались в апреле месяце. И в конце июня они были завершены. И сейчас вот второй поток через несколько дней начнется. Для этого дополнительно выделили еще 3 миллиона тенге. Паратравку будут делать до сентября. Агири Мукашева, Диль Нуржанов, Новости МТРК. Настоящие профессионалы своего дела. В региональном филиале Союза журналистов Казахстана вручили награды достойным. Представители СМИ получили нагрудные знаки, почетные грамоты, а также памятные подарки. Поздравления с профессиональным праздником и пожелания карьерного роста. С этого началось торжество в региональном отделении Союза журналистов Казахстана, посвященное Дню работников средств массовой информации. А самые лучшие представители четвертой власти получили заслуженные награды. Собственному корреспонденту газеты «Лидер» Зауре Жумалиевой присвоен название «Почетный журналист Республики Казахстан». Больше 30 лет она создает яркие и интересные материалы. Начинала я работать на телевидении областном, работала в городской газете, в областной газете, с опкором газеты «Караван», с опкором канала «КТК». Я выбрала профессию, такую, которая мне настолько по душе, что это можно назвать даже хобби. Хобби, за которое платят деньги. Сотни проверенных материалов и десятки подготовленных программ. Светлана Дроздецкая стала лучшей в номинации «Редактор года». Коллектив МТРК она считает своей второй семьей. На телевидении я уже почти 20 лет. Я очень рада, что я выбрала именно эту профессию. Я считаю, что это не только личная награда за определенные заслуги, за определенный труд. Это работа всей команды. Мы все делаем одно общее дело. И я надеюсь, что мы его делаем качественно, мы его делаем хорошо. Снять такое видео, которое без слов заставит зрителя почувствовать себя на месте события, заставит сопереживать и восторгаться увиденным – это задача операторов. Толигена Иманова хорошо знает казахстанский зритель. За 25 лет работы телеоператором он не только удивлял их профессиональным видео, но и выступал в роли репортера в режиме «Лайв». Толиген Иманов признан лучшим журналистом года. Когда нужно было это, когда требовала ситуация, брал микрофон и в прямой эфир выходил, вместо коллег своих поддерживал всегда. Оператор – это смежная профессия, это и есть журналистика. Когда ты работаешь и горишь своей профессией, наверное, за это был отмечен. В Северном регионе в Союзе журналистов Казахстана состоит порядка 200 человек. Многие из них в профессиональный праздник были отмечены грамотами и памятными подарками. Дарья Пашмынцева, Дана Ешкенова, Желдозбек Ермуканов, Новости МТРК. КВН для медиков и полицейских. В юморе состязались четыре команды. Они представляли частное медучреждение Денсаулык, Управление специализированной службы охраны Североказахстанской области, поликлинику и госпиталь Департамента полиции. Как умеют шутить медики и полицейские, узнаете прямо сейчас. Традиционное приветствие, пять новостей и домашнее задание. Такие испытания предстояло пройти веселым и находчивым участникам юмористической игры. Ее для представителей четырех команд организовало Управление специализированной службы охраны. В надежде на взаимодействие между подразделениями госпиталя с поликлиникой Департамента полиции, они представляют одну команду. Далее частное негосударственное учреждение Денсаулык, также у них одна команда. И две команды от подразделения Управления специализированной службы охраны Североказахстанской области. Последнюю представляет Канаджумабеков. Его команда называется Убойная сила. К состязанию готовились две недели. Надеемся на победу. Усиленнее всего работали над домашним заданием. Будем показывать две зарисовки. Одну про медиков, другую про полицейских. А члены команды «Здравия желаем» Центра Денсаулык в КВН играли в первый раз. Поначалу они с трудом сдерживали волнение, но потом вошли в процесс и хорошо выступили. Очень рада, что нас пригласили на эту игру. Очень приятно познакомиться с коллегами, приятно познакомиться с командами. Яркие сценки, песенные и танцевальные номера. Первые и третьи места завоевали команда Управления специализированной службы охраны. Второе досталось участникам Центра Денсаулык. Домой призеры ушли с хорошим настроением и памятными призами. Дарья Башмынцева, Актолкан Султанхан, Казадиль Нуржанов, Новости МТРК. Открытый фестиваль по национальным видам спорта «Казалжар-2019» собрал в Жамбулском районе команды со всего Северного Казахстана. Порядка 800 спортсменов доказывали друг другу, кто из них быстрее, сильнее и выносливее. Кому достались призы соревнований, расскажем в нашем следующем материале. Четыре дня и 14 видов состязаний. В этом году фестиваль по национальным видам спорта проходил в Пресновке. Побороться за награду сюда приехали команды из 13 районов. Один из самых зрелищных видов состязаний – скачки. Здесь равных не было наездникам из Айртауского, Таиншинского районов Шалакына и имени Габита Мусрепова. Они достойно показали себя во время скачек на 2,7 километров. У нас 5 видов байги. Первый – это гладкие. Второй – это местные породы 2000 метров. Третий – это у нас жургажарес. Без забег и находцев. Четвертый – у нас местные породы 3000 метров. И аламан байга завершает. Журга – испытания для самых опытных и сильных спортсменов. С легкостью справились с ним участники из Акжарского, Таиншинского и Жамбылского районов. А козлужарцев двух из пяти дистанций стали чемпионами. Сегодня мы представили на скачках четыре скакуна. Все они завоевали призовые места. Жеребец Ханкурен Биржана Шеймерденова недавно также выиграл большие соревнования в городе Кокшетау. Не менее зрелищно проходил Кокпар. В борьбе за душу козла лучшими стали Акжарцы и Жамбылцы. Национальные игры и состязания в регионе важны и нужно развивать, отметил заместитель Акима области Руслан Алишев. Приветствую участников соревнований. На эти цели из областного бюджета выделяется около 10% средств, предназначенных для спорта. По итогам четырех дней состязаний первое место досталось команде из Жамбылского района Сереброзова и Вали Акжарцы. На третьей и четвертой строчках расположились спортсмены из районов имени Габита Мусрепова и Шалакына. Дарья Пашмынцева, Новости МТРК. Чемпионат МВД по казакку Ресе определил сильнейших полуанах в погонах. Два дня представители правоохранительных органов со всей страны боролись за места на пьедестале. Первый день соревновались спортсмены в тяжелом весе от 80 кг и выше. Второй посвятили выявлению сильнейших в легком весе и финальным схваткам. В итоге дипломы и кубки за третье и второе места получили команды Карагандинской и Жамбылской областей. Первая у департамента полиции на транспорте. Уже второй год в рамках реализации программы «Рухани Женгару» мы внедряем национальные виды спорта. В будущем мы планируем направлять победителей таких чемпионатов на республиканский чемпионат по казакку Ресе в качестве представителей ФСО «Динамо» и МВД РК. Проводить летние каникулы не за гаджетами, а на футбольном поле. Порядка 200 школьников примут участие в турнире, посвященном Дню города. За звание лучших вступит в борьбу 21 команда с 7 районов Петропавловска. На первых играх турнира побывала наша съемочная группа. Это первый матч турнира между юниорскими футбольными командами микрорайонов Подгора и Капай. Последний, к слову, на игру опаздывает. Но те, что оказались пунктуальными, времени зря терять не стали. Разделились на две команды и начали игру. Вот так необычно стартовал турнир юниоров, посвященный Дню города. Будут играть 7 районов города. В каждом районе по 3 команды. Где 27 команды будут играть, участвовать в турнире. Команде Капай автоматически засчитали поражением. Но собравшиеся болельщики разочарованы не были. Зрелищную игру и красивые голы им показала команда «Метеоры» района Подгоры. Попробуй, не ходи! Попробуй, не ходи! Попробуй, не ходи! Попробуй, не ходи! Основное время завершилось со счетом 3-3. Теперь победители определят в серии пенальти. Многие из ребят не смогли забить гол с 11-метровой отметки. Но вот Виталий Иванов справился с этим заданием. Попал с девятку. Отличились и его товарищи по команде. В итоге футбольная дружина Виталия Иванова стала победителем. Мне очень нравится футбол и у меня очень много друзей. У нас есть своя команда «Метеор». Я хочу очень усердно заниматься футболом и хочу стать как Лионель Месси. Турнир, организованный общественным объединением любителей спорта «Мяч» продлится до 12 июля. Планируют, что в соревнованиях примут участие около 200 школьников. И в завершении выпуска о погоде. По данным синоптика 2 июля, на территории области местами ожидаются гроза, шквал и град. Юго-восточный ветер ночью сменится на юго-западный. Его порывы будут достигать 23-28 местами 30 метров в секунду. А 3 июля синоптики прогнозируют сильный дождь. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. МТРК. Будьте всегда в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин